На один день в Самару все-таки пришло похолодание. Длилось оно, впрочем, недолго. Уже завтра температура повысится до 32 градусов. Жаркий воздух идет к нам из самой Турции. В ближайшее время, неделю, наверное, мы не ждем ослабления жиры. В отдельные периоды местами могут быть локальные дождики грозовые. Но, в общем-то, это будут единичные случаи. То есть, хорошего дождя нет. Август бьет все температурные рекорды. Сейчас в Волге 24 градуса, выше, чем в прошлом году. А среднесуточная температура воздуха превышает традиционные показатели сразу на 12 градусов. От жары Самарцы спасаются в первую очередь на пляже. Уважаемые отдыхающие, убедительная просьба повнимательнее следить за своими детьми. Простые правила, которые сберегут нервы и даже жизнь, спасателям приходится напоминать каждый день. На полевом спуске, рассказывает спасатель Алексей Феклов, за лето сталкивались и с солнечными ударами, и с потерей детей. Были и случаи утопления из-за алкоголя и неосторожного поведения в воде. Оказана помощь непосредственно на воде. Это семи человек. Это один ребенок, двое 18-летних парней, у них ногу свело в воде. Ну, и там уже в алкогольном опьянении мужчина. Ну, а тем, кто вынужден постоянно перемещаться по городу, не имея возможности освежиться в воде, стоит придерживаться определенного дресс-кода. Шляпа, очки и светлая одежда. В жару вещи первой необходимости, а еще лучше, если под рукой у вас будет бутылочка воды. Врачи и спасатели в один голос говорят, что причина несчастных случаев в такую погоду – пресловутый человеческий фактор, который, впрочем, легко исключить, если следовать элементарным советам и внимательно относиться к своему здоровью. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События.